Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайф. Посмотрела я их новый видос с дня рождения Лео. Знаете, вот как-то странно получается, что день рождения Лео и одна мама. А где же папа? Есть ли папа? И живёт ли Вика вообще с мужем? Или там тот папа не находится рядом? Ну и опять же, как-то интересно, да? Вика в Германии живёт давно. Ну почему-то что? У неё нет никаких подруг. С кем она захотела бы отпраздновать день рождения? Только Аня и Настя? Ну согласитесь, это как-то странно. Я бы не сказала, что Вика как-то там ужасно выглядит или ещё что-то, что не может там найти себе подруг или друзей. И она там, ну, заметно так, как девчонки-припевёнки, такие хамоватые, да? Она вроде такая спокойная, не такая она агрессивная, ничего такого как бы ещё за ней особо негативного не видно. И, ну, вот как так, что у неё никого нет? Одни Аня и Настя, которых она захотела бы пригласить на день рождения своего сына. Ну, согласитесь, это как-то странно. Ну и что? Значит, Вика пригласила в кафе. Тут уже Аня показывает накрытый стол. Сколько там всего. Ну и поясняет, что Аня и Настя как с катушек слетели. Короче, жрали как не в себя. То есть, они пояснили, что 10 дней была диета. И вы заметили, как Вика посмотрела, что 10 дней диета, она прямо такое чувство, как будто она удивилась, что она не знала про эту диету. Ну, правда, у неё такой взгляд был, как будто она удивилась. На самом деле, ребят, не верю ни в какие диеты. Я уже говорила, что я об этом думаю. Я думаю, что нам отсняли одни тарелочки на несколько дней там со сменой еды. И при этом нам показали, что они якобы на диете. А тут слетелись диеты. Жрут как не в себя и день рождения, и салаты, и майонез, и Кока-Кола. Тут ещё день рождения Лео. Ну, я думаю, что диета, она и правда накрылась медным тазом. Они жрут и дальше, как не в себя. Мало того, что жирное, жареное, неважно, там морепродукты, не морепродукты. Мороженое, всякие там пончики и всё прочее. И при даче ещё пивас. Ну, конечно же, и на день рождения Ани тоже был алкоголь. Это тоже не есть хорошо. Ну, да, там был прикол по поводу, значит, мороженого, которое запивалось пивом. И Анька в конце сам вам пояснила, что, значит, это был прикол. И я думаю, что вы посмеялись. А я, короче, не увидела ничего такого смешного. А что смешного? Что такого смешного, от чего можно было смеяться? Что мороженое киви, мороженое киви, это всё захлебнули пивом. Ну, особо ничего интересного. Плоские такие дурацкие шутки, как раз таки, которые, может, и подходят девочкам. Таким припевочкам, потому что шутить, видимо, по-нормальному они не научились. Ну, и что дальше? В комментариях там кто-то спросил, да, где же папа Лео, на что было отвечено, что за кадром. И хорошо, что в кадре нет. Никакого там папы не было, там даже и голоса не было слышно мужского. На самом деле, я не думаю, что этому папе приказали молчать, пока девочки снимают, ведут съёмки. Да и папа, собственно, должен был сидеть рядом возле ребёнка, а не где-то, не пойми где, там возле Ани или возле Насти. Кстати, Аня и Настю снимала, Настя сидела рядом возле Ани, и нигде не наблюдалось папы. Ну, собственно, знаете, вот меня и не интересует этот папа, зачем он кому-то нужен, да, смотреть на него там в кадре, не в кадре. Вообще, я считаю, что показывать ребёнка на чужом канале – это нехорошо, это несовершеннолетний ребёнок, маленький ребёнок, он принадлежит другой женщине. И эта женщина, даже если ваша подруга, то всё бывает временно. И Наташа была подругой, потом и с волком, и ругались, и мирились. И всё же я считаю, что дети никак не должны быть предметом съёмок и контента. Дальше Вику похвалили, что Вика такая мама терпеливая, такая прямо идеальная, и котик там, и зайчик, и она всё к нему ласково, даже если он там и балуется. Уже выхвалили по полной. Ну, когда-то Наташу тоже хвалили, тоже хвалили, прям такая классная вещь, классная. Ну, а потом Наташа, вот, она там устроила девчатам. Знаете, они такие нестабильные, что с такими и даже опасно просто общаться, не говоря уже про дружбу. Потому что дружба – это уже что-то высокое, когда ты с человеком чем-то делишься, что-то рассказываешь, что-то из личного. И потом этот человек может тебя так подставить, что мама, не горюй. Вот поэтому я и говорю, с ними-то и общаться опасно, не говоря уже про то, чтобы дружить. Ну, а дальше такси, да, вызвали такси, и прям так удивлены были, так удивлены были, что вот не успели вызвать, тут уже такси приехало. Это совсем не так, как в Украине. И вообще, Аня даже, когда уже домой приехали, они там другой день, что ли, показывали, что классно они погуляли, классно они там потусовались. И, значит, рассказывала про таксиста, что она прям на немецком с ним общалась, он сам не немец, и он медленно говорил, и Аня понимала, что он говорит. И, значит, он понимал, что Аня говорит. И вот если бы вот так вот общаться, да, то, глядишь, и немецкий бы выучили. А что ж тогда, если немецкий, знаете, что ж тогда, опять учиться идёте, стремитесь, но только бы не работать. Вообще непонятно, да, чего хотят эти девочки-припевочки. Учиться особо не учимся уже, сколько учимся, учимся и не научимся. Можно было бы дома грызть учебник, учить, учить и ещё раз учить, да и онлайн какие-то курсы смотреть немецкого языка. Ну, а что нет, ребят? Ну, в конце концов, или работать? Нет, ну, конечно, халява же лучше всего, когда денежки на халяву капают, да, когда ты живёшь за счёт другого государства и сам не приносишь никакой пользы. Но по барабану, правда же, плевать, что не приносишь пользы. Главное, чтобы тебе деньги платили. И это, по-моему, для них лучший выбор. Ну, я думаю, что лавочка эта скоро захлопнется, прикроется, работать придётся. Либо работать, либо разворот и домой. Ну, в общем, девочки и сами, по-моему, не знают, чего они хотят. То ли они домой хотят, я думаю, захотят, когда заставят работать. Ну, то ли, если будут ещё дальше им платить пособие и будут они где-то там ещё учиться, они ещё этот момент уловят для себя как удобный. Ну, в общем, как-то так, ребят. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. И я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.